МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чемпион Дальнего Востока, России, Европы и мира Евгений Ганин уже давно покорил вершины тайского бокса. Спорт для него теперь не просто увлечение, а жизнь. Он так привык, так может и так хочет. Как сам говорит, в школе просто увлекался футболом. В 17 переехал в Благовещенск, и колесо закрутилось. Первый тренер у меня является Антонюк Александр. Я узнал, что он жил в Таиланде 3 года и там выступал. Для меня этот был спорт новый. Я его увидел на кассетах, на записях. Плюс есть фильмы, там, кикбоксер с фан-дамом и так далее. Ну и загорелся. И раньше жизнь такая она была, что нужно было и поставить там за себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Июнь этого года. Евгений Ганин готовится к знаковому для себя бою. Он собирается удержать пояс чемпиона мира, причем на выезде. Отстаивать титул спортсмен отправится в Белоруссию, где встретится с чемпионом мира Паушу Саньда. Для меня это вызов. Мне самому это интересно. Ну и у меня и другого выбора нет. То есть у меня там защита. Либо я отдаю свой пояс, либо я там принимаю вызов и это самое. То есть многие, знаете, как там говорят, вот он и дома там выступает. Но дома мне еще сложнее еще. Мне проще выступать на выезде, где все против. И мне как-то это, я уже и привык там к этому. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовится к турниру чемпион Евгений Ганин начал за два месяца до боя. Одна тренировка в день шесть раз в неделю, по два-два с половиной часа. Кросс-тренировка на свежем воздухе, спарринги, тренажерный зал. Жертвовать в это время приходится многим, говорит спортсмен. Коллеги по цеху не устают восхищаться той силой воли и рвением к успеху, которая есть у Ганина. Да я думаю, что такого фаната, как Евгений, наверное, не видел никто. Он тренирует всегда и везде. И на отдыхе, с семьей, если уезжает. Он также там тренируется каждый день, изо дня в день. И даже если он болеет, ему говорят, успокойся, не тренируйся, он все равно приходит в зал. И все равно в зале. Павел Скрябин. Семь профессиональных боев, одно поражение, шесть побед. Чемпион Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу и кикбоксингу. Недавно вернулся из Москвы, где тренировался в клубе Fight Night с лучшими в России спарринг-партнерами. Очень усердно, усиленно. Отдает все силы. Мы ему помогаем в этом. У каждого индивидуальный, конечно, подход к бою, к тренировкам. То есть Евгения своя, то есть тактика у нас своя. Силы никто не жалеет, грубо говоря. И думаю, что все получится. Андрей Ленджин. 11 профессиональных боев, два поражения, 9 побед. Неоднократный победитель международных турниров по версии драка. На сборы также выезжает в Москву и Таиланд. Здесь, в зале, Евгений Ганин не только тренируется, но и сам является наставником. Передает молодым, да и уже опытным спортсменам свое мастерство. Говорит, те, кто сейчас здесь, давно сложившийся костяк. Те, кто хотел уйти, уже спорт оставили. Новичков немного. Пришел к нам, занялся спортом и изменился внешне. Поменял свое мнение, самооценку. Стал ездить на соревнования, сейчас уже он без спорта своего и не мыслит в жизни. Ответственно, он не пьет, не курит. Уже у него и цели, и другие. Но я думаю, что отношение к этому только положительное. Но для того, чтобы давать что-то новое, я сам должен быть примером во всем. Поведение. Может быть, не в жизни. В жизни всякое же бывает. У всех бывают свои. Но, по крайней мере, в зале и спорте я и пытаюсь быть примером тем, кто приходит в зал. Ездить на тренировки нашим бойцам приходится в Москву. Их уровень давно выше дальневосточного. И, как следствие, здесь, говорят, нет подходящих и достойных спарринг-партнеров. В обязательном плане тренировок перед боем в Белоруссии и наращивание физической силы помогал опытному спортсмену не менее опытный тренер Виктор Михалев. Виктор Михалев. Тренер по физической подготовке сборной по тайскому боксу Лига Муай-Тай. Тренирует таких именитых спортсменов, как Евгений Ганин, Павел Скрябин, Андрей Потапов, Андрей Патиенко, Тимур Раджабов и другие. Задача Виктора Михалева – помочь бойцам увеличить силу. Благодаря работе над физическими данными ребятам, говорит, тренер удалось добиться значительных результатов. Стало больше побед и больше нокаутов. Мы не качаемся, это совершенно разные вещи для тех, кто не знает. Это не бодибилдинг, там направление совершенно другое. Они не должны быть закрепощенными, там немножко надо было думать с программой, с цикличностью тренировок, чтобы ребята были не забиты, не скованы и при этом были достаточно сильными. У нас тренировки чередуются циклами, есть силовые циклы, есть циклы, когда мы делаем кроссфиты, то есть это на выносливость выполняется упражнение. Тренировки делаем на функционалку, вот, то есть и как бы, ну и соответственно тренировки делаем для мышечной массы, то есть чтобы все-таки как-то ребята набрались сил, становились немножко побольше. Каждый год программа тренировок обязательно корректируется, опыт-то накапливается и приходится расти вместе с ним. Вот и в этот раз при подготовке к турниру Евгения Ганина, рассказывая тренеру, ушли от весов, но добавили количество повторений. Три раза в неделю стабильно, стабильно, перед непосредственно самим боем, то есть недели за две, за три, мы нагрузку понижаем, полностью понижаем. Вот, и тренировки не становятся реже, но сама тренировка становится более сжатой, минут за тридцать, за двадцать пять объем вот выполняем, за вот этот короткий промежуток времени сжимаем, то есть поменьше отдыха становится, ну соответственно над весами тоже не работаем, больше вот на функциональном движении, то есть немножко понижаем темп. Ну как сказать понижаем, это конечно достаточно непросто, тренироваться за двадцать пять минут, выполнять большой объем, который выполнялся, допустим, за полтора часа. Спорт спортом, но главное в жизни все же семья. У Евгения Ганина есть жена и маленькая дочка. Спортсмен рассказывает, они его главная поддержка и опора. Его семья, как никто другой, знает, насколько тяжело дается спорт. Каждый бой Евгения обязательно посещает его супруга. Она мне прямо все там говорит, какие-то может быть и даже ну со своей там как бы там точки зрения женской. Она ходит, да, то есть ей, ну конечно ей там не нравится, когда ее муж там например с синяками там или травмами или с поломанными там руками там и ногами. Ну конечно она там ругается, ну как там нормально там человек у меня и мамой против. Вот, но я еще раз там говорю, что ничего легкого и в нашей жизни нет. И через трудности нам и Бог, наверное, какие-то там и трудности он посылает, чтобы мы их преодолевали. Ну и только так я считаю, что можно стать, наверное, достичь там и чего-то. Я не говорю, что в спорте, это можно и в жизни это сделать, то есть ты ставишь цель и идешь к ней. 30 июля 2017 года. Минск. Несколько тысяч незнакомых людей в зале. И он соперник, бой с которым должен стать для Ганина знаковым. Бой, к которому он так долго шел. Бой, в котором он победил. Несколько тысяч незнакомых людей в Благовещенске Евгений признается, нам бой не был простым. Победить помогли мастерство и подготовка. А еще выступать на чужой земле вдали от дома ему было гораздо проще. Был мне приятно удивлен от публики, от зрителей. То есть, если даже сравнивать то, что я был там приезжий, я выступал с местным парнем, с местным спортсменом, то я думал, что все будут там болеть за него. То есть все там приехали, он там местный герой, он там является еще и тренером ведущей школы у них. Но когда я увидел, как меня встретили, особенно после боя, я думал, что когда я выиграл бой, я думал, что все встали и ушли. Я два часа еще не мог выйти из ринга. То есть там фото, сессии, автографы. Эмоции, говорит спортсмен, накрывают до сих пор. А еще признаются, конечно, покинуть родное Преамурье и уехать на тренировки в Москву было психологически сложно. Но иначе было нельзя. Семья, она всегда была рядом. То есть она ездила там со мной и на сборы. Я практически все время там готовился в Москве. Вот, с ведущими тренерами, спарринг-партнерами. Это с такими, как Тимур Иоляров, Алим Набеев, а Александр Волков, Сэмми Шилд. То есть это легендарные личности и в смешанных единоборствах, и в кикбоксинге. Ну, семья там, конечно же, она была рядом. Ну, приехал мой друг Тимур Раджабов. Он приехал в день боя, что было мне очень приятно. И это на самом деле прибавило мне психологических сил. Как признался Евгений Ганин, сейчас его цель – выступать за границей, в частности, в Соединенных Штатах. Тем временем его друг Павел Скрябин тоже скоро отправится на сборы в Москву, готовится к предстоящему турниру. Ближайшие планы – провести титульный бой за звание чемпиона России по смешанным единоборствам, по версии драка. Бой будет проходить либо в Москве, либо в Екатеринбурге, либо в Белгороде. Пока еще не определились с конкретной датой и с конкретным местом. Ну, ближайшие планы вот такие. Субтитры сделал DimaTorzok О том, как проходят тренировки Павла, а также когда и где состоится титульный бой амурского спортсмена, который будет представлять при Амурье на всероссийском уровне, расскажем совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok